Меня очень часто спрашивают, мне 74 года, 75-й, а чем вы болеете? Я отвечаю, не болею и ни одной таблетки за всю жизнь не съел. Как так? У вас еще не болит? Болит все болит, а не болею. Болит это естественно, потому что организм так устроен, что он тянется к земле и в прах ты в прах возвратишься. А чем питаетесь? А вот тут я могу показать чем. Вот утром наступает, мы помолились. Сегодня у нас пятница. Просфора. Просфору каждый день. Мы в дороге, в пути, в другом государстве. Нас не касается. Далее святая вода. Святая вода не имеет значения, так какая крещенская, рождественская или с водосвятием канон был. Маленько совсем, но у меня поврежден глаз сейчас. Я все время утром святой водой, крестообразно мажу глаза, плохо слышу уши. Тут на лице все земляное такое, скорее всего перемазал. Вот это самое натирание какое, крестиком все. Ну и выпил. Все. Вот мы проехали 15 государств. 370 городов и сел, когда воды своей не было. Пили везде только такая, какая под краном есть. Нам говорили, тут вредно, как Каспийск, город, другие, там нельзя пить. Мы пили. И ни один, никто ни разу не заболел. Вот все, что показано. Ну, пятница, что у нас? Остатки из потеряйки привезли помидоры. Помидоры, нарезан мелко лук, соль и растительное масло. Ничего добавлять больше не нужно. Это самое приятное и легко переваривается. Но сегодня масла растительного по уставу не положено, его нет. Далее. Ну, у меня Володя готовит. Это кашку какую-то сварит, вот она сыр. И суп, картошка, тут еще тут в ней есть. Вот он вместе все положил, одно блюдо дает. Гороховый суп. А? Гороховый суп. Гороховый суп. А до этого, значит, морковка. Морковь каждое утро, если возможно, то и в обед. На самой мелкой терке. Повторяю, на самой мелкой. Вот этой вот. Это каротин для глаз. Я за 9 лет провел более 30 тысяч часов за компьютером. Ну, я считать могу при солнечном свете все еще. А потом, ну, когда натер, вот этой щеткой убрал, все. Все, маленечко воды на нее плеснул. Вода будет отрываться и обколотил. Все, больше ничего не надо. Совершенно чистая. О, водой только полить. Если не ушло, маленько еще изнутри, наружи, в разных направлениях. И опять водички. И опять. Одним концом по другим. Вода вытягивает. Все, она совершенно чистая. Не надо в воде где-то, потому что у нас воды здесь нету. Мы экономим. Хлеб тут одной сестре, Нианила Щукина. Мы отвозим муку пополам. Она половина себе, половина нам. И она вот их подсушивает маленько там где-то. То на батареях, то в духовке. Я не знаю, где она. И нам этого достаточно на неделю. Картошка у нас крупная на то, чтобы здесь вот. И мелкую не выбрасывал. Вот посмотри, какая она мелкая. Вот рядом моя рука. Вот она. Даже сказать-то, ну. Это мы уже приехали месяц. Скоро будет. И питаемся. И главное, она у нас идет. Вот эта там мелкая. Самая мелкая. Обчистили. Сварили ее. Почистили. Дали сковородку чуть-чуть маслом намазал. Чтобы не пригорело. И вот маленько подсушило. И нам хватает дня на два. Обязательно лук. И обязательно чеснок. Ну, еще, видимо, рассказывать надо, что такое лук. Лук у нас рядом. Вот он лежит. И одновременно тут рядом чеснок. Чеснок мелкий. Ну, нам этого достаточно. И мы не простываем, ничего не болеем. Все. Ну, а если уже разрешается молостное. Володя вот, он покупает из деревни. Я никогда у него не беру. Почему? У меня нет денег на это. Но когда он в деревне пас. И давали там за то, что он пас. Там литры или полторы литры в день. Дополнительным. Тут я беру, потому что, ну, ему дают на запасть бог. И я его устраивал на это. На счет полторы литры договорился. Они не думали платить. Я, кажется, сказал и стали платить. Поэтому я считаю, тут и моя добыча. Все. Вот сидим за одним столом. У него есть сливки. А у меня нету. Вот они где они у тебя сливки-то. Вынесли, наверное. Они закончились. Закончились. Все, обоих нету. Я иногда покупаю. Редко-редко. Бывает, барабаш дает даром. Но я не беру. Ну, порвалось дает. Тогда я ему уже отдам. Все равно отдать надо. Не быть должным никому ничем. Вот и все. Ничего. Мяса у нас вообще на столе не бывает. Мы этого даже не знаем. Никакого алкоголя никогда не грамма. Вот у меня она 40 лет, допустим. Я в рот никогда не брал. И нам это не надо совершенно. Воду отварили. Картошка не мыта. Вот несколько раз ее слил. Вот она вода. Чуть посоленая. Она очень полезная. От картопельного. Вот, который варили картошку. Это вода. Соли очень мало нужно. Нормально посоленная еда. Это означает в 4 раза больше нормы. В 4 раза больше нормы. У нас иногда бывает 2 раза. А бывает, что и 1 раз. Ну и вечером ложась спать. Хотя бы за час. Это мед. Ложка меду и теплой воды. Прекрасный сон. Главное условие не болеть. Это никогда не злись. Не злопамятствуй. Не завидуй. Не ревнуй. Вот эти не. Составь 5. Тебе уже достаточно. 90 с лишним процентов болезни отойдет. Немного не доел, ты говоришь. Это есть охота. Это означает, говорит, наелся. Это как раз наелся. А если говоришь наелся, это означает переел. Потому что 20 сантиметров, 20 минут пища идет. А если ты говоришь, что-то переел, это означает отравился. Ну, небольшие такие рецепты. А если нету возможности, ну, дорогой мы ехали, не было возможности. У нас с собой были финики. Финики. Разные там, какие-то, грецкие орехи нашелушеные. Кедровые орешки. Ну, и что-то еще такое. Там, изюм сушеный. Мы этой водой стоим. Демонстрация там в Болгарии или в Германии какая-то. А мы дверь открыли, в кружку сухарей натолкли и поехали. У собаки собачья еда и сухарей добавлю. И вообще мы ничем не болеем. У человека должно быть подтянутое тело. Я вот иногда в бане пойду, я всем говорю, и некоторые даже раздражаются. Я говорю, я любуюсь на свое тело. Нигде не обвисшего, ничего нету. Лишнего ничего не должно быть. А сколько лишнего? Ну, если у тебя метр семьдесят, значит, сто пять отними. То есть килограммов должно быть не больше шестидесяти пяти. У меня шестьдесят четыре. Вес, сто семьдесят два сантиметра рост. Вот в этом. Меньше может быть, но не больше. Больше это чужое сало на своих костях. Я так объясняю. Вот и все. Термис должен быть иногда горященький, для чего-то требуется. Никакого секрета-то в этом нету. Главное, чтобы ты вставал рано. Мы всегда стоим в 4.40. И не торопился за стол. Завтрак у нас в 8, обед в 2. И бывает без ужина до следующего. А если ужин есть, не позже 7, не менее 2 часа, чтобы было до сна. Главное, внутри у тебя должен быть мир. Не менее 7 раз в день становиться на молитву. А что такое один раз? Один раз это три святой и 100 поклонов. С рассуждением, своими словами и прочее. Никаких секретов нету. Вот хорошо, когда есть животные. Погладил и прочее. У инвалидов, одиноких людей, присутствие в доме кошки и собаки продляет жизнь в среднем на 3 года. Ну, у меня в деревне здесь 3 голубятни. Это сильно разрядку дает. Вот бывают нападки большие, что-то, где-то хочется отдохнуть, выйти, а не воркуют. Вот гуси, куры кричат, овечки надоедают. Голуби хоть целый день сидеть среди них, никогда не надоедают. Я не могу объяснить. Я 60 с лишним лет держу голубя и просто делиться хочу. Что интересно, статья была в Алтайской правде. У злого человека голуби не водятся. Я убедился, старообрядцы никогда голубей не держат. Никогда. А если они держат голубей, то недавно пришедшие, ну, перешедшие, как они говорят, от Никоньян, то есть от церкви православной, вообще не держат и не любят. Вот один из таких примеров, которые показывают. Внутри себя это держи. Никогда не обижайся ни на кого. Обида не христианское дело. Обида говорит, что ты не рожден свыше. Рожденному свыше ему все равно. У него главная цель для Бога. Никогда-никогда не обижайся. Ни злопамятствую, это хорошо надо запомнить. Сказали они тогда, есть поговорка, наплевать да забыть. Вот и все. Господи помилуй. Кусочек в руку. За край стола никогда не заваливайся. Значит, ложкой по лбу. Независимо от того, корреспондент или профессор. О, картошечка какая маленькая. Помидорчик, а там разберется сам желудок. Вот и все. Ну вот. Продолжение следует...